Описание представленных томограмм пациенты 1973 года рождения от 10 сентября 2019 года. Сканирование выполнено в артериальную и венозную фазу, нативная фаза не представлена. Желудок обычных размеров, правильно расположен, эвакуация жидкого контраста своевременно, без особенностей. Печень не увеличена, контуры четкие, ровные, нативную плотность не оценить. Желчные протоки не расширены, диаметр портальной вены 11 мм. Желчные пузыри обычных размеров, правильной формы, рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без РЖ-контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами, паренхим однородно. Версунков проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены, обычные структуры. Почки не увеличены, паренхим однородно, чашечная лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, рентген-контрастные конкременты не определяются. В нижнем полюсе правой почки постоперационные изменения. Справа по фасции герлота определяется мягкотканное образование, размером 10 на 9 на 8 мм, с характерным лучистым контуром. Артериальная плотность плюс 45 хаунсфилда, венозная плюс 65 по хаунсфилду. Кпереди по фасции выявлен участок патологического накопления контраста, размером 20 на 10 на 4 мм. Также с неровным контуром. По сравнению с КТ от 26 февраля 2019 года, рост объема патологической ткани, увеличение поглощения контраста ей. Слева паранефральная клетчатка структурна, не изменена. Обращают на себя внимание немногочисленные мезентериальные лимфоузлы, размером до 5 на 4 мм, активно накапливающие контраст без динамики по сравнению с КТ от 26 февраля 2019 года. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхонтрального склерода замыкательных пластинок в тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Тенденция к формированию клювовидных разрастаний. Заключение. С анамнезом и рентген архивом ознакомлен. КТ-картина состояния после оперативного лечения. КТ-признаки рецидива, заболевания с вовлечением в процесс правой половины фасции герота. Минимальное увеличение мезентериальных лимфоузлов. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. По сравнению с КТ от 26 февраля 2019 года, отрицательная динамика в виде вовлечения в процесс фарции герота. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Отов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени И.И. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Оба исследования у вас сделаны несколько необычно. Нет нативной фазы. Сканирование без контраста. Которая дает точку отчета в оценке накопления контраста тканями организма. По сути, можно сказать, что в правой почке и в левой у вас все нормально. А по фасции, которая идет вокруг почек, выявлена область разрастания патологической ткани. То есть это метастаз. С этим, конечно, нужно обратиться к онкологу. Субтитры сделал DimaTorzok